здравствуйте уважаемые зрители хочу предложить вашему вниманию собирательный образ из вот такой мушки которую изготавливал мною уважаемый оскар филио итальянец и вот такой упрощенный вариант как у меня это вот я изготавливал личинку стрекозы мы сейчас с вами сделаем мушку которая собой будет напоминать как и личинку веснянки так и личинку стрекозы я беру крючок фирмы strike где-то четверку или шестерку изначально я беру крючок который для меня нужно чтобы был большой величиной крючка я буду отсеивать мелочь которая не дает проходу той приманочки которую мы с вами будем изготавливать очень уловистая приманка практически по любой рыбе так как наша рыба очень любит личинку стрекозы личинку веснянки мы сейчас с вами крепим нить промотаем немножечко взад вперед наше цевьё по спирали с вот таким шагом вернемся к месту крепления глазок и на месте где я уже подготовил небольшой бугорочек мы с вами закрепим глазки так как наша личинка стрекозы имеет солидный размер головы поэтому я и глазки подобрал вот такие солидные для нее проверим чтобы они у нас были по центру подровняем промажем клеем и окончательно тебе придадим форму наших глазок на месте крепления наша личинка стрекозы будет изготавливаться мной из меха енотовидной собаки если у вас нет можно использовать вот такой искусственный мех артфюр или же можете взять щепоточку меха лисьего с хвоста или если есть возможность подобрать крашеный песец в тон так как наша личиночка она или коричневатая или болотного цвета поэтому я изготавливать буду ее из вот таких вот отходов которые мне достались от моего друга вернее от его шапки приступим вязаться мушка будет несколько в необычном стиле от головы к хвостику поэтому для того чтобы изготовить до изготавливать дальше мушку я подбираю для себя пучочек меха определенной толщины так чтобы моя мушка не выглядела чересчур жирный отрезаю и сразу вот такой пучочек чтоб вы видели и сразу удаляю подшерсток он мне будет мешать не выбрасывая нам сейчас пригодится вот у меня вышла вот такая такая кисточка я беру ступку и выравниваю мех как ни странно он выравняется уже проверен вот как вы видите мех уже подравнялся беру свой пучочек удаляю поломанные ненужные волоски весь подшерсток у меня получилась вот такая кисточка примере им чтобы нам хватило длины на загиб и хвостик примерно должно быть две две с половиной длины остатки отрезаем вот я подровнял наш пучочек эти теперь я его буду крепить в районе наших глазок переводим нить сюда промазываем немножко клеем вместо крепления меха вязать конечно немножко неудобно но довольно таки уловисто и красиво и очень-очень результативно проверено беру вот так щепоточку кладу до колечка так чтобы мех заходил у меня поверх глазок прихватили не отпускаем мех кисточка которого на сзади где наши глазки и прихватываем вот мы с вами будем изготавливать вот так голову нашей личиночки берем теперь место там где мы закрепили глазки и под глазками формируем из даббинга голову и грудь приступаем я беру тот же подшерсток который я вытащил из нашего меха приступаем в бумажках изготавливает даббиновый жутик даббиновый грудь пёра Изготовили и начинаем обмоточку так, чтобы сформировать голову и грудь нашей личинки. Как говорил господин Тяпкин, личинка стрекозы у нас и головастая, и лобастая. Так вот, мы сделаем ее и головастой, и лобастой. Посмотрели, немножко нам недостаточно. Добавим еще. И так пока не сформируем с вами голову и грудь. Вот мы сформировали с вами вот такую, приблизительно, грудь и голову. Как видно, она у нас очень аппетитная, объемная, хорошая. Примерили наш мех, как он будет смотреться. Вот приблизительно, чтобы было видно вам вот так. И я уже подготовил вот такую даббинговую нить из этого же даббинга, с подшерстка, для того, чтобы закрепить место за нашей головой мехом. Подвели наш мех вот так назад. И теперь сразу в точке за глазами делаем парочку оборотов. Оставили в таком положении. Так как наша мушка имеет сверху чехольчик, жабры, я для этих целей подготовил пленочку, обыкновенную полиэтиленовую. Можете взять полоску латекса, как вам будет удобно. Тот материал, который есть. Я вот, допустим, взял кусочек обыкновенной пленки. Подготовил ее и здесь же, где я закрепил мех, нашу пленочку. Но пленочку я закреплю задом наперед. Вот так прихвачу. И парой-тройкой оборотов прихватил. Теперь вернулся я под голову заглазки до колечка нашей мушки. Вот так, как вы видите. Сделаю пару оборотов. И нашу пленку я возвращаю обратно в исходное положение. И здесь промотал. Возьмем опять, закроем место нашей нитки даббингом. Все тот же подшерсток, который мы использовали. Если хотите, можете использовать другой мех, который у вас имеется, или другой даббинг. Главное, чтобы была вот такая достаточно тоненькая наша веревочка. Вот мы закрепили. Теперь отгибаем назад нашу пленку. И здесь же делаем пару оборотов нашей ниткой с даббингом. Сделали. Теперь в качестве жабер я буду также использовать обрезки перьев, которые у меня имеются разные. И сморобу можно, и куриные, можно и куропатку, перепелку. Мы с вами примерим их длину, сколько нам нужно. И здесь же закрепим. Нанесем вначале капельку клея. Он будет здесь неуместен. Очень даже уместен, так как полиэтилен и разный мех ведут себя не очень хорошо вместе. Поэтому лучше использовать клей. Теперь перо я это стараюсь уложить так, чтобы оно у меня было строго по центру. Вот так. Посмотрите, видите, строго по центру. Делаем пару-тройку оборотов. Посмотрели, как оно у нас закрепилось. И в этом месте я закрепляю кусочек проволоки для сегментации. Мушку я свою не огружаю, потому что рыбалка будет проходить на форелевом пруду, а он недостаточно у нас глубок в данный момент. Поэтому большая глубина погружения мне не нужна. Но по форели работает очень-очень-очень хорошо. Что мы делаем дальше? Место крепления нашей грудки мы берем, опять закрываем даббингом. Почему очень много мелких вот таких деталей? Потому что сделать более качественную детализацию не хотелось бы. Сделать более грубую тоже не хочется. Хотя, по большому счету, эта же мушка воли-баггер является тем же собирательным образом мушки, которая с успехом ловит и форель, и окуня, и щуку, и всю нашу любую симпатичную рыбу, которая реагирует на личинок. Вот приблизительно вот так у нас должно получиться, как вам видно. А теперь мы с вами будем закрывать нашей пленочкой и перо, и наш мех, и формировать дальше туловище. Вот мы все с вами подготовили. И теперь забыли одну важную вещь, какая же у нас стрекоза без лапок. Поэтому я подготовил два кусочка резинки силиконовой. И сейчас мы с вами закрепим лапки. Добавим немножко даббинга, чтобы скрыть место крепления. Вот. Продолжение следует... Вот мы закрепили наши лапки, промотали даббингом и теперь собираем весь мех, который будет служить у нас оставшимся телом и хвостиком. Сверху подравниваем наше перышко. И теперь нить, которая у нас служила в качестве крепления, мы ее переводим в сторону формирования хвостика. Перевели здесь и пока оставили. Подравняли наше перо. Уложили сверху ровненько. Собрали в пучочек наш мех, который мы с вами уложили. И вот таким движением начинаем приматывать в одной точке. Подхватили. Парочка-тройка оборотов больше не надо. Посмотрели, чтобы наше перо не ушло в сторону. У нас вышла вот такая конструкция с жаберками и с формированием уже нашего хвостика. В месте крепления хвостика я немножко промажу клеем. И теперь нашу пленочку, которую мы оставили у изголовья, примерили. Пока не приматываем. Подкрасим сразу в коричневый цвет. Также можем подкрасить даббинг сверху, где наша грудка. Место крепления лапок. И теперь натягиваем сверху. И прихватываем в том месте, где мы крепили наш хвостик. Следим за тем, чтобы наши элементы далеко не уходили. Вот так, прихватили, прихватили. Остаточки отрезали. И немножко промажем еще клеем. Пластик дело неблагодарное, может выскользнуть в любой неподходящий момент. И еще парочку оборотов. Только единственное, что подкрасим немножко нить нашу. Коричневым. И сделаем пару-тройку оборотов. Закрепили нить. И теперь, вот вышла у нас вот такая с вами конструкция. Мы берем нашу проволочку, которую мы вывели заранее. Подравниваем наши жаберки. И начинаем сразу возле головы делать обмоточку с равным шагом. Раздвигая наши перышки. Перышки. Доходим до места крепления хвостика. И делаем один полный оборот. И крепим нашу проволоку. Подкрасим еще нить. На место крепления нашей проволоки мы с вами наносим еще немножечко клея. И хорошо проматываем. Продолжение следует... Посмотрели все ли у нас аккуратно. Нам понравилось. Можем теперь мы приступать к формированию нашего хвостика. Для этого я беру... Собираю все вот так в пучок. И перевожу нить под хвостик. Прохожу немножечко. Делаю один шарик. Дальше... Формируем второй. И в завершение делаем еще один шарик. Продерживаем. Продерживаем. Вот мы с вами дошли до окончания нашего хвостика. Здесь я сделаю несколько еще оборотов. И сделаю накидной узел. Вот так. Вот у нас вышла такая конструкция. еще один надо. Подтянули. Остатки отрезали. И теперь нам надо с вами хорошо проклеить место там, где мы с вами делали наши шарики. Для этих целей годится любой клей. И теперь, так как у нас вот вышла вот такая конструкция с кисточкой. И теперь для того, чтобы у меня хвостик был несколько попышнее, я его возьму, поделю приблизительно на две равные части. и на место последнего узелка я нанесу прямо изнутри клей. И придется вот так посидеть хотя бы минутку, пока клей прихватится. Пока хвостик клеился, я подогнул лапки у нашей стрекозки. Подрезал, подровнял и покрасил черным фломастером голову. Вот у нас вышла такая симпатичная личиночка. Как вы видите, собирательный образ стрекозы нашей. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова